Приглашаем в мужской монастырь святых царственных страстотерпцев Афганина яма, где проходят пленэрные занятия учеников художественной школы. Мы здесь рисуем интерьеры, рисуем углы, утварь различную, портреты рисуем, даже иногда друг дружку рисуем. Сюда поехали те, кто хотели действительно порисовать, и тем, кому это было интересно, те, кому неинтересно, те не поехали. Помимо пленэра, тут еще соприкосновение с чем-то совсем таким, ну, с историей, с живой историей, это очень важно. Вот, и поехали сюда только те, кто хотели. Дети рисуют лес, храмы и, как и положено настоящим художникам, сердцем проникают в суть этих мест. Это и красота родной природы, родины, и красота места, высвеченное кажется невидимым присутствием святых мучеников, царственных страстотерпцев. Во всяком случае, мысли о них, их судьбах, их стоическом подвиге перед лицом страшных испытаний не покидает никого, кто пришел в эти стены. Многие из этих детей узнают обо всем этом впервые. У нас каждый год пленэр, мы каждый год делаем выбор, куда нам поехать. В этот раз выбрали, это нам интересно, именно вот с точки зрения чего-то необычного такого. Ну, и связанного непосредственно с нашей местной историей. Да, здесь прежде всего спокойно, спокойно на душе, и, в общем, работа идет в два раза интенсивнее, в два раза лучше гораздо. Это важно в работе, особенно когда начинаешь пленэр, первые десять работ идут выброс на выброс, а тут, в общем-то, вроде бы как бы складывается работа, несмотря на эти первые десять работ. Мне нравится, особенно мне нравится это чувство душевного спокойствия. Красота, ну, она как бы есть повсюду, но здесь ее собрано больше, так как, ну, мне кажется, что живая природа, она намного красивее, чем улица города. Я в основном делаю маленькие зарисовки вещей, которые, ну, никто бы не обратил на них внимания. Я вижу красоту в малом, поэтому я делаю церкви на фоне кустов, чтобы они были издалека, и была видна вся их красота. Купола, кресты. Я считаю то, что это все выглядит очень красиво, и поэтому я хочу показать полностью всю красоту Ганиной ямы. Я не рисую мостики, я рисую увеличенный какой-то маленький объект у мостика и природу, которая ее окружает, потому что я считаю, Ганину яму красит не только красивые церкви, но еще и сама природа, которая возведена вокруг нее. Как тебе научилось чувствовать красоту? Не знаю. Я просто вижу, что это красиво, и вот так я и понимаю. А вот четкость, острота взгляда. Свой подход к творчеству тоже в поисках правды, значит, красоты. Мальчик, автор этого эксперимента, пробует метод печати. Оригинал и зеркальный отпечаток на одном листе. Да, благодать и есть. Есть оно, безусловно. Оно здесь буквально вот на каждом шагу. У них это чувство выразится потом на бумаге. Такая тишина, но не чувствуется, что вот как-то печально, но ты все равно-то восхищаешься красотой. И самих, мне очень купола нравятся, я прямо восхищаюсь, как они на солнце блестят. Прям вот у нас учитель говорит, что они начинают светиться. Вот это вот свечение. Вот я пока не могу его на бумаге изобразить очень красиво, но я стараюсь. Нам нравится вместе вот тут гулять, все рассматривать, как рисовать. Мы вместе так садимся, выбираем определенное место. Можем рисовать что-то одинаковое, можем разное. Нам перед поездкой учительница все рассказала. Интересно очень было. Мы сидели прям, послушивались. Ну, поначалу мы как немножко в шоке так были, что надо же, так вот было, так жестоко. Мы вообще представляли это место, что тут прям так, не знаю, мрачно очень. Но приехали, тут такая вот атмосфера реально светлая, хорошая, что то настроение, которое было из-за вот истории, оно пропало просто. Ты уже просто наслаждаешься самой природой. Вот птицы поют красиво очень. Есть такое слово «благодать». Да. А без этого как соединить эту красоту и эту трагедию в одном сердце, тем более детском? К тому же таком чутком, как сердце художника. Юные художники Екатеринбурга области не впервые приезжают на Ганину яму, чтобы делать здесь какие-то свои эскизы. Их сюда привлекает, конечно, красота этого места. Но и по мере своей работы здесь они постигают что-то новое для себя. Вот, например, в прошлом году была группа юных художников, которые по окончании пленара писали не только вот окончательные работы свои, но и написали сочинения на эту тему. И в этих сочинениях видно было, насколько пребывание здесь поразило ребят, насколько они глубоко прочувствовали не только физическую красоту этого места, но и ту благодать, которая здесь присутствует. Благодать ощущают и дети, и взрослые. От легендарной Галины Вишневской, приезжавшей сюда, до детей, бывавших здесь прежде, и оставивших монастырю свои впечатления. Здесь тихо и спокойно пишет третиклассник и дышится по-другому. Но как начинаешь задумываться о том, что здесь произошло? Сердце сжимается, переполняют чувства обиды, сожаления, горечи, растерянности, но и восторга, волшебства, праздника. Или вот это волшебное место. Здесь должен побывать каждый россиянин, чтобы почувствовать радость и скорбь. Или птицы, пока мы рисовали, прекрасно пели. Точно маленький хор. Это была настоящая музыка природы. Строчки эти написаны прошлым летом юными художниками, побывавшими в монастыре на пленэре, как и эти дети, с которыми мы сегодня встречаемся. Скорбь и радость, красота и боль открываются в этом месте с особой силой. Мы мало говорим, мы стараемся говорить своими работами, своими картинами. И, конечно, каждый раз для объектов своего творчества выбираем очень интересные места. Вот в этом году посчастливилось нам побывать здесь, в том месте, на Ганьееме. Думаю, что это затронет сердце каждого из наших учеников, и это отразится в их работах. Люди, у которых есть мера своего духовного объема, они никак не могут обойти эту тему. У нас, например, в музейно-выставочном центре есть прекрасная картина художника Рыбина, верхнепашминского художника, который царской темой увлечен давно и надолго. Он еще в 90-х годах писал и портреты Николая II, писал «Крам на крови и Патерский дом». Это его личностное стремление, и в этой ситуации монастырь, и он нашли друг друга. Есть и другие художники, есть другие творческие люди, которым это место не безразлично. Поэтому каждый год сюда, и в Царские дни в частности, приезжают многие люди, которые уже воспели каким-то образом Ганину яму, а сейчас вот хотят еще раз встретиться с ней. Вот портреты княжон, исполненные художницей Ольгой Жатиневой. Она задумывалась делать серию портретов великих княжон. Я как-то хотела сделать такую серию «Русская княжна». И начала портретные работы, но, к сожалению, после этого, вот я когда сделала этот портрет, я поняла, что я не смогу работать здесь. Потому что каждый раз подкатывает, когда ты подходишь к листу бумагу, каждый раз подкатывает комок к горлу. Это невозможно, я больше не смогла просто пережить этого. Вот такое ощущение. И даже хранить эту работу немножко не по себе. соприкосновение с этим. Это все равно, что ты, как это сказать, ну, вот после того, допустим, как вот умерла мама, да, и рисовать ее портрет, я бы не смогла. Не смогла. Потому что ты как бы проживаешь всю эту историю, и я буквально в шоке от этих, сколько их, 21-25, или 23-25 лет девочкам было, когда их расстреляли. Это, конечно, это ужас. Вот перед тем, как поехать сюда, я, например, ну, несколько переживала, что не все дети настолько просвещены, чтобы как бы знать, куда мы едем, историческое, что-то мы пытались сказать, рассказать, но этого, наверное, мало. Мало вообще об этом говорится в каждой семье, но вот и в стенах школы, в стенах нашего творчества мы пытаемся в них это как-то привнести, воспитать, что-ли, вот, чтобы это в них вошло такое. Помимо того, что тут так красиво, конечно, проникаются благодатью за счет чего, что какое-то сопереживание должно быть в сердце каждого ученика. Мы не спрашиваем, насколько воцерковлены эти дети, потому что это внутренний, глубоко личностный вопрос. Но мы видим их желание побывать здесь и не можем не откликнуться на это желание. А то, как это место влияет на каждого из нас, мы знаем сами по себе, да, и мы глубоко убеждены, что и на детей это произведет свое впечатление. И в дальнейшем это часто... Понастрюль еще проводит и экскурсии для этих детей, да, и часто после этих рассказов это начинается личностный поиск литературы на эту тему, это начинается вопросы к родителям, да, что это, почему это так. То есть главное, чтобы человек мыслил, главное, чтобы человек чувствовал. А вот поиск вот этот и приводит в конечном итоге к постижению истины. Я хочу больше о Романовых узнать, как у них это вот все происходило, как их жизнь шла. Я была в Крыму, и мы были в самом, не знаю, коттедже, что ли, домики их. Там прям приборы были, все, что они использовали. Подлинненький картин, красиво очень было. И вот я еще раз хочу это все пройти, узнать. Теперь по результатам этого выездного художественного урока в монастыре на Ганиной яме готовится выставка детских пленерных работ. В них и незавершенность, и недосказанность, но и искренность, и готовность наблюдать, развиваться, узнавать. Дети, конечно, были в восторге. Вообще само состояние выездного пленера, оно всегда собирает детей. Тут и свои какие-то детские удовлетворения. И в то же время это был экскурс в историю, в историю, которую, в принципе, они себя показали в музее, что они многое знают. Император такой-то тут же говорили. И тем не менее, все равно, вот соприкосновение вот с этим материалом, оно, ну, никого не оставляет равнодушным, а тем более детей. Как вы совершенно верно сказали, что они очень чуткие. Они у нас отборные детки, поэтому они восприняли это там даже со слезами на глазах. Были такие вещи. Вот. Ну, и вообще, и сама Ганина яма, и вот еще то, что было на пленере в данном случае, это было нестандартное какое-то, вот просто мы не были зрителями. Мы оказались внутри храма. Было очень холодно, и нам позволили находиться, порисовать в самом храме. И вот это состояние, вот этой тишины и благодати, оно, конечно, на детей произвело очень огромное впечатление. С удовольствием. Мало того, что согрелись, а во-вторых, еще и сам звук, вот эти вот шорохи, которые там, освещение золоченых, это, конечно, вот погружение в это во все, оно было просто замечательным. И дети, конечно, в восторге оказались от этого всего. Порисовали мы там, погрелись. Тут должны работы соответствовать их возрасту. Ну, вот с этой стороны они себя тоже неплохо показали. То есть я считаю, считаю, что пленэр удался. И он еще до сих пор вот у нас живет, как бы, хотя уже прошло 3-4 дня, но все еще вот забыть невозможно. Я даже, когда вот спать ложилась ночью, да, и вот это вот впечатление этого вот прошлого дня, соприкосновение с Ганиной ямой и вот музея, я вообще не могла заснуть. Очень долго вот это стояло в голове, но я думаю, что и у детей так же. И посещение музея. Оно потрясает не только детей, но и взрослых. Вот у меня там поразила одна картинка, заставка сверху. Она не совсем в экспозиции, она идет заставка вот там, где идет расстрельная комната. Вот там сверху идут заставки. И вот эта картина просто... Причем, к сожалению, не смогли вспомнить, кто это художник. Но фрагмент этой картины, он просто потрясающий. Это обыск после расстрела. Вот для меня это вот, особенно как для художника, потому что сделать вот такую вещь, вообще, конечно, это просто вот страшно. Очень страшно. Для нас, кстати, открыли музей специально. То есть он в этот день не работал, а для нас его открыли. Детям провели экскурсию еще такую вот внутреннюю. То, что связано с христианством, с православием, оно, конечно, всегда вызывает особый интерес. Любое религиозное искусство и соприкосновение с ним, оно всегда интересно, всегда многопланово и всегда неожиданно, всегда какие-то есть открытия. Но только не тогда, когда ты вот приходишь, как в ряду тех, кто приходит просто там, паломники. В любом случае, это все равно то, что видят все. А вот когда ты видишь то, что ты, тебе дается одно, то это получается вдвойне, на всю жизнь соприкосновение. А оказавшись в центре монастыря, они еще оказались в архитектурном центре своеобразного пасхального яйца, вечно несекаемо животворящего, внутри которого и вызревают картины, увиденные художниками, юными и взрослыми. Удивительно само архитектурное решение Ганина Ямы, когда, ну, вообще известная, наверное, история, когда, так сказать, здесь, на этом месте, сначала хотели построить скит и всего один храм. И, собственно говоря, патриарх Алексей II, когда 23 сентября 2000 года побывал здесь, он подписывал свое благословение строительства монастыря на этом месте, именно вот на плане проекте, состоящем из скита. Но уже в течение нескольких недель стало понятно, что количество людей, которые хотят посещать это место, которые хотят молиться на этом месте, оно превышает те возможности, которые давал бы всего один храм. И поэтому несколько раз видоизменялись эти проекты. И вот первоначальная группа архитекторов, которые создавали этот проект, они глубоко перелопачивали вот все то достояние зодчества древнерусского, которое было до революции. Ведь это были первые деревянные храмы, которые строились именно деревянными в Новой России. А то творчество, которое представляют кижи, то творчество, которое представляет срединная полоса России, оно уникально, но оно было переосмысленно творчески вот этой группой людей. И в частности нам очень памятна Татьяна Питкевич, которая была одним из архитекторов вот первой группы людей, которые строили Ганину Яму. Это женщина, которая была больна раком, которая за две недели до своей смерти она приняла монашество, то есть она ушла в мир иной с именем монахини Дамиана. И вот это была именно ее идея, когда монастырь Ганину Яму он с высоты птичьего полета в своем абрисе напоминает рисунок пасхального яйца. То есть человек, который умирал, он глубоко понимал идею воскресения. И эта идея воскресения, она в том числе воплощена и в абрисе самой Ганиной Ямы. Это удивительная мысль, которая была человеком заложена еще на уровне первых проектов. И естественно, люди, которые приезжают сюда сегодня, они, может быть, этого не знают, но они это чувствуют. И потому Ганина Яма так любима и художниками, потому она так любима литераторами. У каждого из нас есть какая-то своя мера духовного объема. В зависимости от того, насколько человек соединен с Господом в вере, насколько он близок к православию, тем этот канал шире, и тем больше объем духовный он может воспринять. Но даже человек, который просто смотрит на это с точки зрения эстетической, его это не может не цеплять. Да, мы тоже с Еленой Владимировной там поработали. Очень такой серьезный и интересный опыт. Ну, мы и ехали туда за этим интересом, и мы его получили в любом случае. И даже сверх того. Потому что хоть холодно было, но этот холод дал возможность увидеть нечто другое. И соприкоснуть не только себя, но и детей наших. Так что спасибо большое и руководству Ганиной Ямы, и отцу Пеймину, что он нам позволил так, дал благословение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА